Друзья, я начал запись. Запись из видеокамеры и запись компьютера. Почему? Я жду звонок. У вас установится голосовая связь и мы будем говорить про персики. Алло, слушаю вас. Здравствуйте, вы Виктор Сокинович. Здравствуйте, Виктор, а я ждал звонок по WhatsApp, но надеюсь, просто это дорого, а удовольствие, это минута разговор на 20. Нет, вы позвонили мне просто по телефону. Для вас дорого будет, если мы продолжим разговор? Голос-то нормально слышно? Сейчас я пойду Голкову еще раз, потому что надо там набрать, а потом мне на WhatsApp набирал. Нет, попали мне это, просто попали на мобильник. Я сам не знаю, поэтому вас и попросил, чтобы я первый. Хорошо, ладно, я попробую сейчас. Давайте. Так, друзья, сейчас прям было. Виктор живет на Урале. Вот, у него персик, кажется, мой, уточним. И он мне задал несколько жутких вопросов. Жутких. Я так же начал ему объяснять. Он не то, что с недоверием. Он говорит, я так как раз и хочу вас услышать, потому что там такое говорят, что с ним надо делать. Вот, и он в ужасе, и я, послушав его, пришел в ужас, тем более он ссымался на авторитетов, на крутых. Вот, я это называю технологией по уничтожению персика и всего остального. Вот, и тогда я сказал ему, давай, дружище, я запишу наш разговор. Он должен, не понравится мне это слово, он должен пригодиться всем. Так, вот, и пока я его жду, так, вот, пока я его жду, я в это время, в это время, ой, не туда попал, вот, значит, выскочил. Ага, я, значит, думаю, ну, не терять же время. Давайте я покажу несколько прекрасных результатов. Вот, персиками я на «ты». Вот, когда-то эти фотографии сделали меня знаменитым. Видите? Вот, эта фотография украдена десятками этих самых. Это я покажу, когда он до меня дозвонится, я просто вам попутно объясняю, что я немножко в этом деле разбираюсь. Вот, когда он сказал, ну, как так, ведь это такие люди, они мне так объясняли, я интервью, вы услышите его голос с этими же вопросами. Вот. Вот это всё моё сад. Попробуйте их укрыть, а? Вот, ну, это не совсем персик, вот это персик. Вот это я учил укрывать персики, и вот так же сейчас буду говорить об этом. Вот. Персики пришли и сразу умерли после посадки с Крыма. Сергей Желин был сыном моему. Вот. Почему-то видайте сами. Вот. Это сеянцевые персики, это минусинские. Это торсун полот дескобилов. Он курирует масяд от науки. Вот. Прививка персика на волочную вишню. Видите, в руках у меня в правой руке волочная вишня. Доказательство того, что я привил персик в скелет волочной вишни. Вот. Ну, а таких фотографий у меня полно. Есть учебные фотографии. На однолетних поростах обязательно бывают цветочные почки. Вот. Чтобы не пугались. Высылают черенок. Ой, а он уже взрослый. Да, взрослый. Вам ждать-то всего один год за плодоношение. Видите? На однолетних поростах цветочные почки. Вот они сбоку. Обязательно центральная почка. Обязательно ростовая. Обязательно. Вот. Это минусинский. Знаете, я отдаю должное вот этому человеку, да? Пока разговор еще не состоится с этим форумом. Смотрите внимательно. Вот этот человек. Эстима Алисия Ацент. Он привез мне 27 саптерчиков. Он взял и привез. Зачем? За что? Мне, незнакомому человеку. Но это я одаривался. Он тут прям в бедрах увез себе. Мой подарок. На автобусе приехал. Видели? Вот. Это посмотрели, смотрели, смотрели. Так. А это что значит? Это ничего не значит. Это мой друг Тодор. Он укрывал персики, но зато. Так. Ну все. Похоже, с фасапом не получилось. Алло, алло. Виктор, это вы? Алло. Максим. Ай, Максим. Я прошу прощения. Максим. У меня сейчас будет этот аудиоразговор записан по... Насчет персиков. У меня уже это. Я жду звонка. Просто человек не может пробиться. Потом у меня будет разговор. Самое. С Казахстаном. Про... Про мои саженцы. Максим, извините. А то потом ваше уже уходит время. Где-то через час-полтора. Ничего? Нормально? Там как сможете. Ладно. Ну, ты что делать? Я проснулся однажды знаменитым из-за этих же чертовых персиков. Сейчас покоя не дают. Это я вам жалуюсь. Ну, ладно. Через два... Ну, в двух часов позвонок. Ну, сейчас посмотрим. Ну, в общем, через полтора часа я буду свободен. Пока вот эти два фильма сниму. Это очень важно. Потому что это настоящие искренние люди. Это жилой разговор. Когда человек говорит, елки-палки, мне сказали три раза пересадить персик. У меня шерсть дыбом. Представляете? Раз. Мне сказали отрезать центральный проводник. Мне уже преданфарктное состояние. Я тут не выдержал. Говорю, отключайтесь. Будем фильм снимать. Все-таки готовлюсь. Поняли? Я извиню, что я переживаю. Говорю, давайте пока. Вот так вот. Вот так. И, знаете, не дают спокойно ни пожить, ни померять. Я уже всем жалуюсь. Ну, а Виктор пока пробиться ко мне не может. За это что я показываю? Я показываю вам что? Тотрова Владимира Александровича. Чудесника, кудесника, волшебника. Это он моего Тимошка, моего внука, угощает настоящими персиками. Видите? Здорово, да? Ну, а Сергей Железов хвастается уже еще одним персиком нашим. Вот. Знай наших, вот как можно сказать. Знай наших. В отношении на второй год. Ну, пусть жалкое, но все равно приятно. О, еще один волшебник Чернобаев. Мой друг, Леонид Дмитриевич. Он работает с моими персиками хасанскими. Вот. И минусинскими. Вот. Знаете, чем это место хорошо? Я тут называю тепловая подушка. Не давайте высовываться выше двух метров. И тогда Сибирь-Сибирь. Но вы видите неукравленный персик. Видите? А Сибирь-Сибирь. Ну, Нариска с Красноярска, угощаю. Вот. Ну, а потом я начал уничтожать деревья своими руками. Нужны были, нужны были черенки. Вот. Это после пожара в острове, когда у него фотосиклисты уничтожили сад. Сожгли вместе со многими оборудованием. И чтобы прожить, я начал черенки отрезать и продавать, отрезать, продавать. Постепенно, по угрозу, учитывали все персики. А как потом уничтожили, когда уже персиковый сад погиб. Так, ну что, ждем, надеюсь. Алло, алло. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Сейчас это нормально все, да? Да, голос слышно нормально ваш. Поэтому я уже прямо сделал. Я показал два десятка фотографий своими персиками. Так. И теперь начинается. Я предупредил, что вы задали несколько вопросов, которые меня довели почти до инфарта. Так. И я решил с вашей помощью, и вы мне поможете, для всех повторить эти вопросы и получить ответы от Зелезова. Пусть они не книжные, не вузовские. Вот. Но это очень важно. Итак, поехали. Урал на проводе. Я хотел бы вам задать вопрос по поводу обрезки молодого саженца, абрикоса, персика и так далее. Корня центрального провода. Так. Это нужно делать или нет? Ну, вы же знаете ответ. Вы с вами поговорили перед этим. Но для всех говорю. Итак, если два слова или одно. Нельзя категорически. Если нужны какие-то объяснения, вы мне не обязаны верить. У вас есть свои эти самые, как их называют, свои источники, авторитеты. Я должен объяснить. Чем глубже находится корень, там находится наиболее, чем глубже, допустим, если взять у поверхности, вот, на глубине метр, два, три и так далее, чем глубже, тем насыщеннее минерально-соревой раствор. Тем более морозостойкий сок подается в дерево. Именно поэтому. А персиков это особенно касается. Они самые нежные. Почти сомтрофиты. Почти. И, вот, сейчас сменю фотографию, а то буду думать, что это я на экране, и это я разговариваю. Сейчас, 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 сейчас. Просто сменю фотографию. А вот моя наглая морда. Вот. Вы потом увидите фильм с моей мордой. Все это в записи я выслаю. Если договоримся, как выслать. Итак. Вот. Центральный корень создан. Есть боковые корни. Это я их называю кормежные, кормильцы. Они предоставляют еду. А центральный корень предоставляет незамерзающий раствор. Стоит его отрезать. Так. Мало того, что рана. Зияющая рана на корне. Это уже страшно. Ведь, представляете, где-то промерзает на полметра, на метр. Вот сейчас будет разговор с Казахстаном. А там та же Сибирь. Как я ему скажу? Нет. Отрежьте корень. А чем глубже корень, тем раствор насыщеннее, тем более морозостойкость получается. Только за этот счет на 10-20 градусов выше. А иначе как у меня в Сибири они растут? Вот моя морда. С персиком. То есть, сохранность, даже при пересадке, надо так стараться, так стараться, чтобы его сохранить. Вот. И, надеюсь, я могу подробнее, я помог сейчас на эти фотографии корней персика. Ну, просто поверьте на слово, а то мы никогда не закончим разговор. Виктор, я попрошу следующий вопрос задать. Так. Второй вопрос. Нужно ли каждый год делать омоложение или обрезку этого дерева, который растет? Персик, абрикос. Понятно. Постоянно встречается, и вы не случайно вопрос задаете. Вы наверняка читали об этом. Или слышали фильмы. Итак, категорически нельзя. Для персиков вообще разрешается мной. Как это мной. Только одна обрезка. Вот когда саженец садите, полкрона убрали. А если корни плохие, две трети кроны. Если совсем жиденькие. Три четверти крона убираете. Получается, что он растет не вверх, а там очень вредно, опасно. И туда труднее доходит этот самый раствор. Ему надо преодолевать атмосферное давление. Про это почему-то никто не вспоминает. Получается, вместо одного центральной ветки, центрального проводника, словопроводник вы произнесли, грамоты. Получаем несколько боковых корешков, веток, которые распластываются. Я специально выбрал фотографию. Видите? Распластываются. И больше, после этой сильной обрезки, никакого вмешательства в жизнь дерева. Все. И теперь кто-то вам обосновывал, почему вам сказали, что надо отрезать ветки еще каждый год. Чем-то люди думали, когда вам совет такой дали? Ну, это постоянно на интернете. А вы еще какого-то авторитета упомянули? Показывают. Живого. Вот это самое. Многие блогеры, вот Винсад, Дорога всему, Голова. На юге, если это они живут. Они на юге, наверное, живут. Да, там проще. Там можно, допустим, с помощью обрезки регулировать урожай. Получать крупные отборные плоды для того, чтобы их продать. А мы с вами что делаем? Вот они, 40-граммовые персики на экране. Даже 30-граммовые. И что? Мне говорят, у железа вот такие мелкие. Ужас. Так что, лучше их вообще не иметь? Или с помощью обрезки укроплять их? Сейчас ее так уберешь, оставишься укропляться. Но потом дерево-то гибнет. Я показывал эту фотографию с мертвым деревом. Вот. Вот это вот. Это я довел до этого. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вы потом увидите отдельно. Хорошо. Ладно, тогда... Нет, сейчас не вам. Я вот только сейчас показывал. Может быть, стоит его искать. Не стоит. Стоит, не стоит. Ладно, давайте тогда... Давайте тогда. Еще вариант. Да. Вот вариант персика в теплице. Тоже неплохо. Даже на Урале имеем стопроцентную возможность сохранения и персика, и урожая именно в теплице. Одно условие. Это я всем говорю. И вам может пригодиться. Вот. Значит, теплица должна быть проветриваема со всех сторон. То есть, и двери открыты, чуть ли не всю зиму, кроме 40 градусов мороза. И порточки должны быть четырех сторон. Для того, чтобы регулировать. Чтобы не давать температуры ниже 30 градусов. Это легко регулируется. Порточка. Вот этот момент хотел отметить. И дальше еще задавайте вопросы. Нормировка зеленой операции нужна для дерева? Летом? Нет. Опять категорически запрещено. Стоит только вектак. Стоит летом вмешаться в жизнь дерева, она сразу меняет программу. Вот ветку отрезали. Казалось бы, все. А у нее самое главное, это касается практически всех деревьев в северной полосе. Для них огромную роль играет полная крыша. Полная. Не это. Непроходимая. То есть, то, что боятся, как лучи попадут, надо прорезать. Наоборот, нельзя. У дерева, у любого, должен быть сухой штамп. Для этого, как только отрезается ветка, это место тут же заполняется другими ветками. Но беда в том, что дерево не собирается летом себе обрезку делать, а человек лезет, куда его не просит. он отрезал сейчас веток, и тут же дерево просыпается. Оно не должно просыпаться. Сорбатует институт. Идет просыпание или набухание почек, или уже даже появляются ростки. На юге этим пользуются для того, чтобы перевести молодое дерево, которое еще не хочет плодности. Особенно это касается сеяться. Долго-долго ждать. Мол, мы переводим на плодношение. На юге этот домик проходит, до зиму успевает выстрелить. У нас никогда этот прием, вот этот, летняя обрезка, он страшен именно этим, что мы получаем, дерево просыпаться начинает, и в зиму уходит неподготовленным, с проснувшимися или набухшими почками. Все, прощай. Прощай, прощай, прощай. Это значит, что только на юге этим пользуются. На юге. Только там. А в наших районах, Урала или Сибири, или еще где, этим не пользуются. Да, и еще добавлю. Прищипывание, исключить. Осеннюю обрезку, казалось бы, вот уже не проснулся, почему бы осенью не отрезать. А какой смысл резать песенок? Кроме того, чтобы пододелать ран, куда попадет мороженок. Тоже нет. Зимой тоже страшно. Раны, раны, раны. Вот. Как это получилось, что с юга пришла технология, и тысячи людей, включая преподаватели в вузах, пропагандируют эту все смертельную вещь. Обрезка почти всегда смертельна. Только, ну, это же лекция, вот это. Ну, тут даже любой должен сообразить. Если не сообразить сам, то поверить. только во время сокодвижения можно делать обрезку. Только во время. И то, в случае крайне необходимой. Пересаживаем саженец, убираем через крону, чтобы оставшимся лучше приживать. Вот это. И обрезка на омоложение, это уже старым деревьям, это уже, я же не могу все рассказать. Тоже пока отпадает. И никаких обрезок, еще назвали, вот, мутилица охота. Виктор, косметическая обрезка у плодовых деревьев, которые так наладо дышат в Северной России. Косметическую обрезку, чтобы нарядные выглядели, так и пишут. Спутали их с этими самыми, с кустарниками декоративными. Вот это процветает. Ну, еще от вас послушали что-нибудь. Вот. Мне надо было высказаться, у меня давление подскочило, первый звонок-то был незаписанный. Три пересадки, кто вас научил? Ну, прокоритесь. Это вы спросили, нужно ли делать три пересадки. Три раза пересадку? Это вы вопрос задали. Это я у деда послушал «Здоровье семи головок» блогера. О-о-о, специалисты, блин. Так вот, объясняю, откуда это родилось. Часть земли у нас находится в геопатогенных зонах. Там, где деревья плохо растут или просто умирают. Вот. Когда садится дерево, когда это было так, я разгадал эту загадку. Я биолокаторщик, я знаю, что такое геопатогенная зона. Это разлом земной коры. Оттуда идет страшное излучение, часто смертельное, для людей, для животных. Я даже изучал эти самые улицы, для пчел, для всех. И вот они до дорог бьются машины. Все это жутко. А в реальной жизни это было так. Когда не было понятия, где геопатогенную зону, вообще, ну, заходство было, ну, там, лозоходцы искали в основном воду. И вот получалось так, что человек берет сахар. Это было 100 лет назад, 200 лет назад. Откуда суеверие? Значит, и посадил неудачно в ту самую геопатогенную зону. Может быть, просто в глиняную почву. Но не понимая, что она глинистая, а суглинок, супец, ничего в этом не понимая. Просто не понимая. Посадил. А часто и в геопатогенную зону. Оно дохнет. Тогда он его выкопал и посадил в другое место. И вдруг оно нормально, бывали случаи, когда я учил людей и получал такие письма. Я сам посоветовал пересадить, но только дохнущее дерево. Еще раз, дохнущее, нездоровое, которое с первой попытки прекрасные плоды дает. Вот сколько я фотографий этих же показывал, да? Сейчас чуть-чуть подберу. Вот. Вот оно нормально развивается. Чего ему к нему лезть? Зачем пересадить? А, дохнущее надо. Но как? Он пересаживает и говорит, ой, у меня 2-3 года дохло, а теперь оно за 1 год стало трехлетним. Знаете, как быстро нагнало? Вот. И тогда родился этот миф. Те случаи, когда пересадка помогала с геопатогенной зоной в нормальную зону, буквально 2-3 метра в нормальную зону. И он нормально развивается. И вот поэтому родился миф, сказка. Вот. И в конце концов она стала трагедией. Высажены скупили и 3 раза пересадили с места на место. Вот эта дурь, подлая, предательская, тоже от полной невежливости. Виктор, кажется, я на все вопросы вас ответил. Да, все уже больше не было. Вы даже растерялись от моего напора. А, вы второй раз слушаете. Ладно. Вам труднее всех. Я, знаете, все благодарю вас за то, что вы помогли мне вот таким путем позвонив, доведя меня до инфаркта. А может хорошо, вчера был вебинар, я 80 на 60 давление был, я провел вебинар. А несколько вебинаров назад, я же сознание терял. И такое было. А тут наоборот, представляете, как? Перешаживать три рада, шель с дымом, теперь у меня давление нормальное. Я вас благодарю. Вы не даете мне помереть? Вы знаете, что сейчас два звонка. Сейчас человек мне по это, ну, я уже разболтался, человек мне позвонил, я его в очередь поставил после вас. Он говорит, я живу в Казахстане, так, но я буду говорить про Урал, там процветают ваши дети, то ли саженцы, то ли с косточек, не знаю, я сразу шель с дымом, говорю, стоп, 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 пип снимем, на 20 минут тема будет, будет, все, и теперь следующий будет казахстанец, который говорит, там 100 километров от меня, Алтай этот самый, ну, то есть буквально рядом, и будем говорить про Алтай. А для меня Алтай, вы знаете, что это такое? Это особое место, особое, это уникальное место, многие считают, что именно там инопланетяне, именно там, там сейчас миллиарды вкладывают, потому что это уникальное место, там когда-то будет столица, вот, и там благодатнейшие места, благодатнейшие, а я откуда знаю? Я знаю, что всю жизнь, сотню лет писали не Россия, не Сибирь, а Сибирь и Алтай, и мне однажды стало интересно, почему Сибирь и Алтай, поняли? Да, да. Потому что Казахстан, Пулзбекистан, я вот этого не мог понять, а теперь понимаю, Алтай, вот туда надо, вот, здесь в Хакасии тоже такой же край замечательный, только одно, 200 метров воды нависло на Талии, сколько еще плотина продержится? Все, вы грустны, да? Виктор, до свидания. Ладно, всего доброго. Вот. дерево не трогать, только обрезка при пересадке. Все. Все хорошо. Давайте, пока. Останавливаю запись на компьютере, останавливаю запись на видеокамер. на письмене. Продолжение следует...